МОМЕНТАЛЬНАЯ ПОЧТА Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Моментальная Почта Лунтик, к тебе гости! Ой, привет, ребята! Лунтик, мы же сегодня играем трое на тре! Забыл? Так что бежим скорее за Кузей и сразу на поле! А бежать и не придётся! Вот! Моментальная Почта! Это мы с дядей Корнеем построили! Эти трубы ведут от комнаты Лунтика до шалашика Кузи Сначала пишем сообщение Привет, Кузя! Идём играть в футбол! Затем отправляем И через секунду Увидимся на поле через десять минут, Кузя! Вот это да! А можно мне такую же моментальную почту сделать? И мне, пожалуйста! И нам! Конечно! Батюшки, какой беспорядок! Лунтик, ты что это из дома совсем не выходишь? Ой, деда! Бабуля! Это я переписываюсь! Мы теперь так с друзьями общаемся! Так, давай-ка отвлечёмся! Сидеть безвылазно в комнате дни напролёт тебе не на пользу! Деда! Там же сообщение! Сломалась! Надо всех предупредить, что я больше не смогу переписываться! Оладушки будем фотографировать! Сырники! Оладушки! Сырники! Пупсень! Вупсень! А вы чего бегаете? О, Лунтик, ты вовремя! Глянь, что мы придумали! Вот! Лента фотографий! Наш дневной рацион! Теперь мы их будем вместо сообщений рассылать, а остальные пусть отзывы пишут о нашей насыщенной жизни! Но это же просто еда! Давайте, может, сходим в поход? Сфотографируем пейзаж какой-нибудь? На пейзажи много времени уйдёт! А у нас его... Тю-тю! Смотреть на еду как-то неинтересно! Слышал? Твои сырники никому не интересны! Оладьи будем фотографировать! Сырники! Оладушки! Привет, ребята! О, Лунтик, привет! Смотри, как здорово! Своя миниатюрная моментальная почта! Так Мила же совсем рядом! Можно просто поговорить! Не-е-е, переписка уже привычнее! Кстати, Кузя писал, Спрашивал, почему ты так долго на сообщения не отвечаешь! Ох! Я тебе сообщений десять послал! И ни одного ответа за целый час! Мог бы просто написать, что не хочешь дружить! Да нет, Джакузя! Просто у меня дома аппарат сломался! Ты серьёзно? Ха-ха! Значит, дело за малым! Нужно попросить дядю Корнея, чтобы он починил твою моментальную почту! Но раньше мы так не общались! Мы гуляли, ходили в походы, играли! И не нужна нам была никакая переписка, чтобы проверять собственную дружбу! Лунтик, ты куда? Пойду в мяч поиграю, без всяких переписок! А можно? А можно я с тобой вдвоём играть интересней? førё-ее! Перё-ее... са-ха-хаха! Ха-ха-ха! Я слышал, твоя моментальная почта сломалась Вот, иду починить Дядя Корней, спасибо вам, но, если честно, мы ваше устройство использовали вместо общения И при этом двух чуть не разрушили нашу дружбу Ребята, всегда важно, как применять изобретение. Во вред или на пользу. Горжусь вашим решением. Вот так ребята поняли, что никакая переписка не заменит им настоящей дружбы. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Любимый танец. Это не пластинка, а просто невидимка какая-то. Куда же она подевалась? Ой, Кузя, а это что? Лунтик, это же мои бутерброды. А как она сюда попала? Наверное, проголодалась. Наверное, давай репетировать. А что смешного, Мила? Очень модный у вас танец. А, я поняла. Называется танец отвертки. Или шурупа. А мне нравится так кружиться. На выступлении будет еще накидка с огоньками. И... Кунтик, тебе доверили представлять наш лес. Все надеются, что ты хорошо выступишь. А у тебя танец шурупа. Нужен современный танец. Пишет, что в наши дни танцуют под робота. Но я не хочу быть роботом. А победить в конкурсе хочешь? Тогда придется через не хочу. Движения такие. Мне не нравится этот танец. Главное, чтобы другим нравился. Ура! Браво! Давайте, жучки! Я потанцую для тебя после выступления. Так хочется покружиться. Конечно. У меня и накидка с собой. Слушайте, слушайте. Мы все узнали. Вы выступаете после жучков из соседнего леса. Быстрее за кулисы. И раз. И раз. Это сюда, это сюда. Так, а где танец роботов? Ребята, у меня нет пластинки. Как нет? Не знаю. Я ее потерял. Как же я буду танцевать? И, наконец, последний номер нашей конкурсной программы. Выступает представитель нашего леса Лунтик. А в пакете с бутербродами смотрел? Да смотрел, смотрел. Занавес. Ну, Кузя, ставь пластинку. Надо начинать. А-а-а. 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 Нам дадут звание худшего танцора. Заметили, какая жуткая была тишина, когда танец кончился? О, пластинка. Я ею эту полянку пометил, потому что здесь много земляники. Ну, чтобы найти потом. А-а-а. А кто будет принимать кубок самого лучшего танцора? Самого лучшего? Конечно. Твой танец необычный и всем понравился. Хм, ничего не понимаю. Лунтик потом еще много раз танцевал свой любимый танец. Все были от него в восторге. И не беда, что танец не очень модный. Зато Лунтик делал это с чувством и наслаждением. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Признание таланта. Хе-хе-хе. А мои пузырики красивее. Вот еще мои красивее. Нет, мои. Блистало, блистало великолепие. Полная бездарность. Простой рассказ написать не могу. Все это никому не нужно, скучно и неинтересно. А у меня пузырей больше, чем у тебя. Твои пузыри уже улетели. Значит, у меня больше. Зато у меня бумажка. А у меня мячик. Отдай. Это мой мячик. Еще чего? Кто тебе сказал, что твой? У меня прилетел, значит мой. Не отдам, не отдам. Ну, я тебе задам. А ты сначала догони. Мой мячик. Ой, еще один. Это тоже мой. Стой, а ну отдай. Не отдам, не отдам. Ну и пожалуйста. У тебя только два мячика, а у меня будет целая куча. Видишь, они наиве растут. А где? Вон за той веткой. Сейчас целую кучу наберу. А вот и не наберешь. Я первый. Эй, чего-то я тут мячиков не вижу. Теперь они мои. Я тебя обманул. Только наш пупсень мог поверить, что наиве бумага растет. Полная бездарность. Все, хватит. С творчеством покончено. Стой, а ну отдай. Не отдам, не отдам. Ну все, ты меня разозлил. О, смотри. Ух ты. Мой, мой. Мой мячик. Ух ты, сколько у меня мячиков. А у меня еще больше. Мой. Ну ладно. Эй, ты куда? От меня не уйдешь. Теперь все мячики мои. У меня их целая куча. А я тебя еще раз облапошу. Мячики-то с неба упали. Вон с того облака. Я полечу туда и наберу столько мячиков, что тебе и не снилось. Скоро у меня будет очень много мячиков. Стой! Я с тобой! Я тоже хочу мячиков! Пока, братишка. Счастливого пути. Опять обманул. Ну все, теперь ты со мной полетишь. Пусти меня. Я не хочу на облако. Я все это придумал. Кажется, кто-то кричал. Ой. Ух ты! Однажды ранним утром... Пусти меня! Я слезу! Хочу домой! Стой! Маленький паучок вышел на полянку погулять. Кто я? Где я? Пупсень! Пупсень! Смотрите, какой интересный рассказ! В этот момент порыв ветра оторвало дуванчик от земли. И паучок, крепко схватившись за стебель цветка, устремился ввысь. Мимо паучка проплывали облака, похожие на заморских рыб и огромных осьминогов. Паучок выхватил саблю и вступил в бой. Что? Это же мой рассказ! Паучок победил победу! Вот так закончились приключения маленького паучка! Ура! Браво! А кто это все сочинил? Это... Вообще-то... Это я! Браво! Браво, дядя Шнюк! Зря Шнюк так строго относился к своему творчеству. Рассказ про маленького паучка всем очень понравился. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Хитрый шкафчик. Отдай! Это моя конфета! Ты свою уже съел! Была твоя, а стала моя! Ага! Ну вот, почти пришли. Сейчас будем пить чай с конфетами. Ух ты! Целый мешок конфет! Пошли! Нужно напроситься к ним на чай! Напроситься? Чтобы нам дали по две конфетки, нужно придумать, как заполучить весь мешок! Да тихо ты! О, выходят! До завтра, Лунтик! Спасибо за чай! До свидания, Кузя! О, хорошо, что мы вас застали. Случилось невероятное! У нас в лесу появился страшный, говорящий шкаф! Кто? Шкаф! Он скрипит, рычит и требует конфеты! Он сказал, чтобы мы взяли у вас мешок конфет и принесли ему. А то он придет к Лунтику ночью и будет его пугать! Ой, я не хочу, чтобы меня пугали! Тогда скорее тащи конфеты! Сейчас принесу! Лунтик, ты что им поверил? Они же нас обманывают! Они хотят, чтобы ты им все конфеты отдал! Мы никогда никого не обманываем! Ага, как же! Лунтик, не обращай на них внимания! Пока! Спокойной ночи, Кузя! Ну вы и придумали! Говорящий шкаф! Кто же вам поверит? Ну вот! Я же говорил, что ничего не получится! Подожди, еще не ночь! Лунтик, Лунтик, Лунтик! Где мой мешок конфет? Принеси его завтра на поляну к засохшему дереву! Да смотри, никому не рассказывай! А то каждую ночь приходить буду! Хе-хе! Ты очень испугался! Не то чтобы очень, но немножко испугался! Ох, эти противные гусеницы! А вдруг это не они? Вдруг говорящие шкафы на самом деле бывают? Лунтик, знаешь, что мы сделаем? Ты понесешь конфеты, а я потихоньку проберусь с другой стороны и посмотрю, как этот хитрый шкафчик работает! Лунтик, а ты что здесь делаешь? Как что? Конфетами шкаф кормлю, а ты принес? А чего так мало? Шкаф-то вон какой большой! Ох, я завтра ему еще принесу! Ну, не знаю даже, согласится он или нет! Шкафчик, смотри, как мало конфет тебе Лунтик принес! Хватит тебе столько? Конечно, не хватит! Мне нужен целый мешок! Ты хорошо запомнил? Целый мешок! И давай живее! Сейчас принесу! Ха-ха-ха! И почему гусеницы такие бессовестные? Ничего! Сейчас мы их проучим! Ты клей принёс? Ага! Ну вот, мы и пришли! Вот тебе, шкафчик, целый мешок конфет! Только не приходи больше ночью к Лунтику! Кажется, ушли! Ух ты! Какой тяжёлый! Помоги мне! Лунтик, я думаю, что этот шкаф нужно бросить в ручей! В ручей? А, ну да! Лучше ему лежать на дне, чем пугать нас и отнимать конфеты! Не надо! Мы не хотим на дно ручья! Мы же не умеем плавать! Ой, надо же! У шкафа голос, прямо как у гусениц! А может, там на самом деле гусеницы? Да, да! Это мы! Выпустите нас! Что думаешь, Лунтик? Выпустим? Даже не знаю! Ну, если только они уберут тут все фантики и отнесут этот страшный шкаф туда, где они его взяли! Отнесём! Отнесём! Мы больше никогда не будем вас обманывать! Если к вам когда-нибудь придёт говорящий шкаф, не давайте ему конфет. Наверняка за ним прячутся Вупсень и Пупсень. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Застряли! Ты точно помнишь, куда нужно идти? Конечно! Вы столько спелой вишни ещё никогда не видели! Вот! Ой! О! Приветик! А вы за вишней, что ли? А больше нет! Раньше надо было приходить! Хе-хе-хе! То есть, вы всё съели? Вот обжоры! Да не переживай ты так! На соседних деревьях ещё есть! Хе-хе-хе! Хе-хе! Ты чего? Это моя ягода! Ты уже достаточно слопал! Ну и что? Я ещё хочу! А-а-а! А-а-а! Помогите! Вытащите нас! А-а-а! Помогите! Ой, что это? Да это мы! А! Что здесь случилось? Наша вишня укатилась в нору. Мы за ней прыгнули. И вот, не можем вылезти. Сами виноваты. Не нужно было жадничать. Не выходит. Думаю, нужно просто подождать. За ночь вы похудеете, а утром сами вылезете. Вот еще. Не хочу висеть так до утра. Ночью страшно. Останьтесь с нами кто-нибудь. Пожалуйста. Не бойтесь, я останусь. Мы тебя одного не бросим. Ну что, вам хватит столько фонариков? Вон, туда еще нужно поставить. Как вы? Как-как. Висим, худеем. Скучно. Я вам немного почитаю. Жил-был на свете веселый король. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, щекотно. Кто-то наши хвосты трогает. Это я укрываю вас одеялом, чтобы вы не замерзли. Слушайте дальше. Веселый король не умел... Эй, а картинки в книжке есть? Да. Вот, смотрите. Это король. Эй, а можно еще один фонарик? А то мне картинок не видно. Сейчас принесу. Ох. Теперь довольны? Так намучилась хвостами. Может, устроим перерыв? Вот, полистайте сами, пожалуйста. Эй, а что это так вкусно пахнет? Бабушкины пирожки. Не переживайте, мы вам оставим на утро. А я сейчас хочу. Дай мне один. Вам сейчас нельзя. Потерпите немного. Завтра утром мы обязательно вас угостим. Да чего ерзаешь? Спать невозможно. Спать? Как ты можешь спать? Там же наши пирожки. Я есть хочу. Да ты что, пупсень, не можешь потерпеть. Терпел уже. Не могу больше. А ну возьми себя в руки. Совсем потерял силу воли. Запомни, если мы не прекратим есть, то не выберемся отсюда. Милкота права. Надо ждать до утра. Так что давай, спи. Ура! Получилось! Мы похудели! Мы выпали из дыры! Ага! Ура! Пупсень, пупсень, у вас получилось. Вот, ешьте на здоровье. А? Нет. Что? Мы пока это, на диете побудем. А то вдруг еще где-нибудь застрянем. Гусеницы были так напуганы, что даже от пирожков отказались. А зря. Пирожки-то были очень вкусные. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Тапочка, куда же девались мои тапочки? Не знаю, Шершуля. Поищи сам. У меня тесто убегает. Здравствуй, Лунтик. Привет, бабуля. Привет, дедуля. Привет, Лунтик. Ты не видел моих тапочек? Вчера я оставил их вот здесь, за дверью. Нет, не видел. Шершуля, нам пора. Потом найдешь свои тапочки. Эх, куда же они подевались? Дедуля, я поищу твои тапочки. Спасибо, Лунтик. Пока. Пока, дедуля. Пока, бабуля. Тапочки. Привет, Лунтик. Чего ищешь? Привет. У дедули тапочки пропали. Он их вот здесь оставил. Все понятно. Скорее всего, их сдуло ветром. Пойдем в траве поищем. Ой, что это так колется? Мы, похоже, угодили в заросли репейника. Нет здесь никаких тапочек. Может, еще поищем? Да точно нет. Смотри, гусеницы убегают. Может, они нашли их и взяли себе. Бежим за ними. Отстаньте от нас. Вот вам. Вот вам. Вот. 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 Отдавайте тапочки. Какие тапочки? Вы разве не брали тапочки деда Шера? Такие зеленые. Из травы. Не брали мы никаких тапочек. А почему тогда убегали? Посмотрите на себя. Вы такие страшные. Мы испугались. Эх вы. Куда же все-таки тапочки подевались? Я видел, как пчеленок тащил что-то тяжелое в корзине. Он, наверное, и взял ваши тапочки. Нет, не может быть. К чему пчеленку тапочки деда Шера? Надо проверить все варианты. Пойдем к пчеленку. Зачем я вызвался тащить такую тяжелую корзину? Пчеленок! Ай, ай! Что вы так кричите? У тебя тапочек нет? Я даже корзинку уронил. Эх, у него тоже тапочек нет. Каких еще тапочек? Я из-за вас всю пыльцу рассыпал. Не беспокойся, пчеленок. Мы поможем собрать пыльцу. В траве под эвой не нашли. Гусеницы не брали. Вот решили у тебя спросить. Теперь все понятно. Знаете, когда я летел сюда, видел, как Корней Корнеевич прятал в свою нору какой-то мешок. Может, это он их нашел? Идем! Здравствуйте, Корней Корнеевич! Привет, ребята! Вы не находили тапочки деда Шера? Те, которые вы ему из травы сделали? Нет, не находил. А что, они и потерялись? Не переживайте. Мы сейчас с вами вместе сплетем еще одни тапочки. Лови их! Я их поймал! Было бы жаль, если бы они утонули. Ой, что это с ними? Кузя, сегодня ночью был дождь? Был. Всю ночь по крыше стучал. Я даже заснуть из-за этого не мог. Побежали. Куда? Лунтик, куда мы бежим? Ну что, Лунтик, не нашлись мои тапочки? Баба Капа, а ты подметала сегодня утром на крыльце? Конечно. Я каждый день там подметаю. Сегодня, правда, особенно пришлось постараться. Кто-то набросал на крыльцо кучу травы. Ума не приложу. Кто это мог сделать? Дедуля, так эта трава и были твои тапочки. Просто ночью шел дождь, тапочки намокли и потеряли свою форму. Вот так Лунтик с Кузей научились плести тапки, а генерал Шер больше не оставляет их на улице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»